здравствуйте дорогие мои друзья вот я и обновился до 1903 конечно я не сделал это через нормальный способ так называемый когда человеческим путем через обновление windows нет мне пришлось все таки скачать утилиту сайта microsoft и обновиться вручную ну чё сказать разницу в производительности я но особо то не обнаружил они говорят что здесь более повышена улучшена производительность ну может быть в процессе я это как-нибудь замечу пока большой разницы я не замечаю ну крутая белая тема до согласен новая обоина я принципе использую старые бойны вот прошлогодние черешни красные которые росли в республике беларусь что дальше новые значки например дефолтного почтового клиента проводника новый облегченный пуск в чем заключается его облегченность я хрен его знает дело в том что я не особо так и в прошлом пуске там замечал перегруженность какую-то поэтому и облегченность то я и не заметил разницы совершенно никакой обещали убрать плитки плитки так и остались теперь ваша операционная система windows будет занимать на 7 гигов больше места почему это произошло по причине того что есть зарезервированные 7 гигов это потому что microsoft хочет запихнуть windows 10 практически на любые устройства даже на самые бюджетные различные планшеты где принципе носитель имеет 16 32 гига 64 гига в лучшем случае или дешевые ноутбуки по типу ноутбуков digma кто в теме поймет также через проводник если у вас подключен какой-нибудь носитель на с файловой системой linux теперь вы по дефолту сможете просматривать прямо через винду вот эти файлы также здесь появился более новый поиск еще пока не вкурил в чем его прелесть я очень редко пользуюсь поиском потому что по памяти знаю где что и когда у меня и где находится также якобы картону крепили от поиска но как бы похрен картона у нас верно никогда вообще не работал и не заработает также windows появится песочница нет вы там не сможете лепить шарики колбаски это такая штука короче внутри будет винда для сношения то есть вы сможете там над ней издеваться запускать любые какие-то программы файлы которым вы не доверяете но фишка заключается в том что у меня уже есть две виртуальных машины я могу делать все то же самое также в новой винде как заявляет microsoft можно удалить по максимуму всякие вот эти ненужные программы которые так не любят ну вот эти метро как их называют например программу почта аудиоплеер груз skype paint можно paint 3d снести но все на ваш вкус и для этого не нужно устанавливать какую-то сборку вы можете все это сделать самостоятельно притом не обладая какими-то супер пупер знаний также если вам было лень создавать учетную запись microsoft теперь можно ее создать беспарольно такая себе упрощенная учетная запись например для того чтобы скачать что-нибудь с магазин также написано что с коробочки windows 10 поддерживает раф то есть любой раф вы можете открыть прямо через проводник проверим смотрите вес рафаила 32 мегабайтика давайте откроем и чё да ничего скачайте кодеки из microsoft store вот так поддерживается раф наверное не все раф поддерживаются но по крайней мере я без lightroom а не пойдусь еще долго также появилась возможность отложить обновление на срок до 35 дней хотя по умолчанию предлагается 7 дней просто теперь можно откладывать обновление на 7 дней в течение пяти раз круто да каких-то багов зависаний я не заметил также появились какие-то гипер функции и возможности в блокноте но для меня это слишком сложная программа я ее не осилил сожалению кто еще не обновился как обновиться ничего тут сложного нет вот примеру человек спрашивает как обновиться просто пишите в поисковую систему помощник обновление windows 10 нажимаете сюда и потом попадаете вот сюда потом нажимаете вот сюда и все что вам нужно сделать это скачать вот такую штуку для этого нужно нажать вот сюда нажимаете открыть да и запустится тот самый ассистент вот так выглядит значок для того чтобы вы не перепутали помощник или ассистент с каким-нибудь левым говном ну у меня уже все обновлено поэтому тут написано спасибо чувак что ты обновился при обновлении я не потерял ни один файл все на месте вроде бы всем доволен дальше поживем увидим на этом я заканчиваю свой ролик всем пока спасибо за внимание всем хорошего вечера